Россия, 1922 год. Люди тысячами умирают от голода. Безработица, безысходность. Большинство ждут смерти. Многие не в силах больше терпеть, приближают ее самостоятельно. Но в стенах закрытых учреждений работа не прекращается. Профессор Александр Чижевский начинает серию экспериментов по передаче мысли на расстояние. Он ищет силу, заключенную в психике человека, которая способна стать самым разрушительным и самым страшным оружием на Земле. В изолированной комнате человек рисует любую фигуру и концентрируется на ней в течение трех минут. Одновременно с этим группа людей, находящихся в другом помещении, пытается воспроизвести изображение. Проведя более двух тысяч экспериментов, Чижевский делает первые сенсационные выводы. Планомерно организованные групповые опыты дали к концу работ процент успешности 80%. Становится ясной невозможность объяснения удачных опытов какой-либо случайностью. Александр Чижевский. В научных кругах поползли слухи, что человеческая мысль – материальная сила ее безгранична. Ученые предположили, что даже на большом расстоянии можно не только убить одного человека, но и запрограммировать сознание миллионов, подчинить их волю власти одного человека. Закончить свой опыт и Чижевский не успевает. Его арестовывают в 1942-м. Странным образом, рукописи научных книг, которых было порядка ста, исчезают. После ареста Чижевского работа по изучению психологического воздействия на человека не прекращается. Ее продолжают специалисты закрытых спецслужб. Чего это не закрыть? Мы находимся в совершенно новом состоянии. Об этом мало кто догадывается. У нас еще долго будет уже наука, пока не признают реально существование этих фактов. Но пока это используется спецслужбами, кто же тебе признает все это дело, когда это используется здесь? От разработок Чижевского спецслужбы перешли к собственным открытиям в области психики человека. Появились методики зомбирования и специальные технические устройства. С их помощью изменяли сознание людей, а иногда доводили их до сумасшествия. Вторая половина 20-го века, когда, ну, как бы с точки зрения такого материального оружия, материальных предметов окружающих человека, все перепробовало, действие. Тогда начали на психику смотреть. А сейчас уже потребовались конкретные практические решения. По вопросам манипулирования сознанием многое было открыто. Но потом вдруг на каком-то этапе произошел процесс, начали заглядывать бессознательно. А можно ли манипулировать поведением человека, влияя на его бессознательно? Игорь проснулся от гудка поезда недалеко от железнодорожных путей. Он с трудом смог встать на ноги. Тело окоченело и совершенно не слушалось. Мужчина постарался вспомнить, как он оказался в таком состоянии. Чем занимался в последнее время, с кем общался и куда собирался ехать. Ответов не было. Игорь не помнил ничего из своей прошлой жизни. Самое страшное заключалось в том, что он даже не знал своего имени. Вот когда я очнулся, я вообще даже не понял, где я нахожусь. Глава запутанная. Я не сразу даже понял, кто я, что я. На тот момент я вообще ничего не соображал. Мысли только потом постепенно начали приходить в голову. Несколько часов Игорь шел вдоль железнодорожных путей. Наконец в зоне видимости показалась станция. Большие буквы на здании сообщали о том, что Игорь находится в Саратове. Когда я увидел название Саратов, я просто подумал, может, действительно я здесь живу. Я даже на тот момент боялся спросить, сколько времени, где я нахожусь вообще. Саратов или где я живу. Просто я боялся показаться просто сумасшедшим. И так, и меня просто прохожие отталкивают, когда я им просто смотрел в глаза, пытаясь, чтобы меня просто узнали. Ну, натыкался просто на какой-то конфликт, на какое-то состояние, нечеловеческое просто. Первый подобный случай был зафиксирован специалист имени Сербского пять лет назад. В институт сотрудники милиции доставили мужчину, который, как и Игорь, не знал о себе ничего. Самое главное, что мы не могли никак понять, что это такое, потому что практически ни с одним из известных до этого заболеваний не было никакой схожисти. Но мы тогда еще не знали, как этим людям помочь. И когда возник первый случай, то мы предположили, что в течение пяти лет мы будем знать, что это такое. За пять лет в стенах института побывало порядка пятидесяти человек. Все они находили себя в дороге или недалеко от проезжих частей. Пытались понять, куда едут и где находятся, но безуспешно. Их искали родственники, но они уже были далеко от дома. В ней Сербского пришли к выводу, что подобная потеря памяти не является новым заболеванием. Да, во всех случаях это воздействие одного человека на другого. В части случаев это воздействие каким-то веществом плюс психогенное воздействие, то есть воздействие словом. В других случаях это воздействие веществом плюс травмы головы. В третьих случаях это воздействие лекарством, травмы головы и психогенной воздействие. Филиппина, 1967 год. Арест латиноамериканца Антонио Елариага. Мужчина приехал из Мексики, но и сформулировать цель поездки при общении с полицией, как и не смог. Паспорт путешественника оказался фальшивым. При обыске у Антонио обнаружили бумажный листок, на котором были написаны 12 букв. Значение шифровки мужчина не знал. Он утверждал, что видит этот листок впервые. Стало ясно, что в данном случае Антонио говорит правду. Тогда за дело взялся психолог. Он произносил буквы подряд и через одну читал их слева направо и наоборот, пробивал и быстро проговаривал шепотом, но результатов не было. Доктор разгадал головоломку спустя несколько часов. Он начал медленно произносить по две буквы, делая между ними большие паузы. Ключ к сознанию Антонио был найден. Мужчина, слыша голос врача, назвал себя другим именем. Психолог продолжал повторять комбинации букв. Задержанный снова поменял имя и факты своей биографии. По истечении суток с начала работы оказалось, что в теле мужчины находятся пять абсолютно разных личностей. Можно сделать и три, и четыре, и пять программ. И в одном человеке можно поместить несколько типов личности с наличием не только иностранного языка соответствующего, но и целых пластов культуры, которые сопровождают всегда язык. И практически потом в определенных условиях этот человек включает теле программы. Как выяснилось, настоящий имя латиноамериканца Мануэль Рамирос. На Филиппины мужчина приехал, чтобы принять участие в убийстве президента Маркоса. Тут же выяснилось, что четыре года назад Рамирос должен был стрелять в человека, сидящего в открытой машине. Однако в тот день его опередили. Жертву президента Америки Джона Кеннеди минутой раньше убил кто-то другой. Человек в состоянии зомбированного сознания может совершить любое преступление. И в течение всей жизни даже не подозревать о том, что он кого-то обокрал, искалечил или убил. Воздействуя на психику, можно не только загрузить в человека информацию, но и усовершенствовать его физическое состояние. Он попадает в кризисную ситуацию. У него есть программа Брюс Ли. Он раз, автоматически переходит в это состояние. Всё. У него мышцы как камень становятся. Он начинает жёстко очень работать, очень твёрдо выдерживает все удары судьбы и физических предметов и так далее. И проходит какую-то зону риска. Стараясь вспомнить хотя бы своё имя, Игорь бродил по городу в надежде встретить кого-то из близких. Денег у мужчины не было. Прохожие спешили мимо, не обращая на него ни малейшего внимания. Когда окончательно стемнело, Игорь вернулся на вокзал и уснул в зале ожидания. Новым знакомым свою историю Игорь не рассказывал. Они круглосуточно находились под градусом, а судьбой новоиспечённого бомжа интересовались мало. Чтобы выжить, мужчина начал собирать бутылки и становился всё больше похож на своих соседей. Игорь понимал, что опускается всё ниже на дно. Выбраться, откуда будет, уже невозможно. Просить помощи было не у кого. Люди обходили его стороной. Идти в милицию Игорь не хотел. Боялся, что ему не поверят. Спустя пару недель к мужчине всё-таки подошёл милиционер. Вместо того, чтобы дать дёру, Игорь упал на колени и начал плакать. От меня всё шарахллись. Я пытался спросить, попросить помощи. Но здесь появился просто неожиданно человек в форме. Знал, что человек в форме всё равно представляет какой-то закон. На тот момент просто было мне важно, чтобы мне кто-то поверил. Человек без памяти абсолютно беспомощен. До института имени Сербского добираются далеко не все из пострадавших. Многие, побывавшие в положении Игоря, навсегда теряют свой дом близких к себя. Скорее всего, мы даже не представляем, как много среди обитателей вокзала в подворотен тех, кого годами ищут родственники. Да, я говорю, много здесь людей, которые себе ничего не помнят. Из тех, кто попал в ситуацию Игоря, кому-то повезло больше. В памяти была полностью стёрта лишь биография потерпевшего. Но он сохранял общий уровень интеллекта, профессиональные знания. Другие жертвы стороннего воздействия не могли понять самого элементарного. Сутками, испытывая чувство голода и жажды, они не знали, что нужно сделать для того, чтобы избавиться от этих мучительных ощущений. Один из наших пациентов, он когда увидел поезд, локомотив увидел, он от него начал прятаться, потому что он подумал, что это живое существо, которое на него может наброситься. То же самое машину, когда увидел, легковое, он подумал, что она сейчас на него набросится. Уже во второй половине 20 века в СССР велись разработки по психотронному оружию. Некоторые источники утверждают, что к выводу в космос готовился уникальный психогенератор, с помощью которого можно было бы зомбировать потенциального противника в любой точке земного шара. Как принято считать, ограниченные возможности ракетных носителей не позволили воплотить эти планы в жизнь. Психогенератор имел гигантские размеры и массу. Но, возможно, задуманное рано или поздно осуществится. Ну, представьте себе, если с космоса читается газета, да, газету можно прочитать, номер автомобиля можно увидеть с космоса, то направленный луч какого-то действия тоже же можно послать, если есть вариант посылки туда и обратно. Якутия, Чуропчинский район. В 70-е годы здесь произошла трагедия, которая долго не получала общественной огласки. 12 человек, жившие в соседних домах, умерли в течение суток по неизвестной причине. В число умерших входили мужчины и женщины, молодые и люди преклонного возраста. Через долгие годы в СМИ просочится информация от очевидцев трагедии. Умирающих мучили страшные звуковые и голосовые галлюцинации. Люди пытались физической болью заглушить голоса, звучавшие в голове. Кто-то закрывал уши, другие бились головой о стены, бросались в ледяную воду. Но исход для всех оказался одним. Не выдержав галлюцинации, люди скончались. Неофициальные источники утверждают, что точные заключения патолога-анатомов до сих пор хранятся в секретных архивах. Самая распространенная версия случившегося сводится к следующему. Жители Якутии подверглись психотронному воздействию. Произошел сбой в испытании мощного психогенератора. Правда, до сих пор проверить объективность этой информации не представляется возможным. Нет, мне об этом случае ничего не известно, как бы сказать. И я вам ничего не могу сказать об этих вещах. Сотрудники милиции окрестили Игоря русским именем Ваня. Несколько дней его держали в камере и допрашивали. Но новой информации в деле неизвестного так и не появлялась. Тогда Игоря отправили в НИИ имени Сербского. Сегодня специалисты института уже научились помогать людям, потерявшим свое прошлое. В ряде случаев врачам удалось полностью восстановить пациентам память. Потерпевшие вспомнили, зачем их превращали в зомби. Известен случай, когда вот это воздействие проводилось с целью, чтобы он назвал бы этот человек номера счетов в своих банке и так далее. Так что этим, к сожалению, пользуются и в этом, к сожалению, участвуют и врачи-профессионалы. Почерк врачей. Британец Дэвид Льюис давно увлекался скачками. Породистый скакун по кличке Сэт должен был прийти к финишу первому. Именно на него в октябре 1976-го Дэвид поставил немалые деньги. Но что-то произошло и к финишу с большим отрывом вырвался другой жеребец. Британец, наблюдая в бинокль за происходящим, нажал на кнопку, которая находилась рядом с оптикой. В ту же секунду конкурент Сэда потерял равновесие и сошел с дистанции. Наездник, в свою очередь, ощутил острый приступ головной боли. В бинокль британского любителя скачек был вмонтирован ультразвуковой генератор. Уникальное изобретение для того, чтобы вывести человека из строя в считанные секунды. Все генераторы существовали, скорее всего, существуют в свое время. В свое время существовал в Светском Союзе институт, который занимался всем этим направлением. В Тюменском филиале делались самоданчики. Это то, что непосредственно я знаю. Которые, значит, при определенном включении меняли погоду. Значит, в каком-то из мест города, значит, шли аварии, автомобильные аварии, или люди попадали под машины. То есть, все это реально существует, реально работает, реально есть. В первые дни лечения Игорь вспомнил свое настоящее имя. Но доступ к остальной информации был заблокирован. Он не знал, кто его родители, живы ли они, есть ли у него дети. Но больше всего мужчину волновал другой вопрос. Казалось, абсолютно несвойственным человеку в ситуации Игоря. Он хотел вспомнить, насколько моральным было его поведение в прошедшие годы. Большинство пациентов клиники терзают себя самыми страшными предположениями о собственных поступках, которые остались в забытом прошлом. Игорь нашел способ избавиться от сомнений. Он попросил врачей организовать съемки телевизионного сюжета. Подобная просьба от тех, кто не знает себя, вне имени сербского, на редкость. Естественно, мы задавали вопрос, а, собственно говоря, почему? И они отвечали вполне резонно, что, знаете, вот, возможно, скажем, я там совершил какое-то преступление. И, возможно, я кого-то убил, ограбил или что-то. Или у меня есть семья, дети, они могут считать, что я скрылся. И они говорили о том, что они не хотят скрываться. Они хотят нести ответственность за все, что они натворили, если это было. Понимаете? И отсюда мы выходим совершенно на другие понятия. Значит, мораль человеческая, она не зависит от того, что мы знаем о себе и чего мы не знаем. То есть человек абсолютно ничего о себе не знает, тем не менее он готов нести ответственность за все свои деяния. Можно ли воспитать в ребенке такие качества, как доброта и честность, сделать его щедрым и приучить заботиться о других людях? Всех родителей на протяжении многих лет волновали эти вопросы. Наблюдения, полученные специалистами не имени сербского, наталкивают на вывод о том, что моральные качества человека даются ему при рождении, подобно цвету глаз, и, скорее всего, не подлежат никакой коррекции. После информации в СМИ за Игорем приехали родственники. Он узнал, что кроме родителей у него есть жена и двухлетняя дочь Алиса. Его история похожа на десятки подобных. Программист Игорь Власов вышел из дома на работу 11 октября 2004 года. Очнулся в незнакомом месте спустя полтора месяца. Где он был все это время, Игорь не помнит. Одни бьют по голове и дали что-то выпить. Насколько я понимаю, это не те препараты, которые используются в психиатрии. Там существуют осложнения побочных действий, и мы о них достаточно хорошо осведомлены, и мы знаем, как они могут действовать. Поэтому здесь речь идет о сверхдозах каких-то других либо препаратов, либо веществ, которые не используются для лечения человека. Методы разные, и сочетания разные, и профессионализм вот этих извергов разный. Есть версия, что зомбированные люди нужны криминальным структурам для проведения опытов в области психологического воздействия на людей. Но достоверно известно лишь о корыстных целях преступников. Вот у одного там отобрали 90 тысяч рублей, он только что выиграл в казино. Ну, там взяли пиво, спросили, не угостишь ли пивом, он сказал, угощу, тут же принесли открытые бутылки, вот на тебе, это нам. Вот когда он уже выпил из этой бутылки, а до этого он тоже был уже в нетрезвом состоянии, после этого стукнули по голове и отобрали. И ничего не помнил. А это все то, что я сейчас рассказываю, он вспомнил, когда мы уже ему память восстановили. Уберечь себя от нежелательного вторжения в сознание можно лишь одним, давно проверенным способом. Взрослым нужно постоянно помнить о том, чему их когда-то учили в детстве. Просто люди должны стараться не попадать в эти ситуации. То есть не надо знакомиться на улице с кем-то, не надо с незнакомыми людьми принимать пищу или напитки различные. Ряд уникальных, разработанных спецслужбами тактик уже сегодня находится в арсенале простых смертных. Психологическое совершенствование – первый шаг к самообороне, считает подполковник ГРУ Александр Лавров. Дело в том, что можно 20-30 лет заниматься в спортзале, любыми системами, какие тебе нравятся, но в реальной обстановке на улице тебя все равно будут бить. Потому что никто не обращает внимания на психологию. Система Александра Лаврова основана на том, что с помощью психологического воздействия можно влиять на любого противника. Технику бесконтактного боя многие подвергают сомнениям. Но между тем она имеет полное научное обоснование. Для того, чтобы не говорили, что здесь что-то не так, то есть особенно, чтобы не говорила церковь, пришлось научно защищать, доказывать, что это не мракобесие, а что это реальная работа с позиции обычной психофизиологии. Идея найти идеальный способ выживания появилась у Лаврова в ходе чеченских кампаний, когда потери с нашей стороны были катастрофическими. Несмотря на научную оправданность своей системы, доказывать ее реальность Александру Лаврову приходилось множество раз. Я даже генерал говорил, что это штука, она очень серьезная. Первое, это расстройство желудка, второе, потеря сознания, третье, остановка сердца. Но он не поверил. Он меня поставил возле стенки. Кулак у него был большой, чуть меньше моей головы. Но я совсем маху решил меня ударить. Я оказался под столом, залетел под столом. И через минут 40-45 ему вызвали. Автомобили, реанимацию его забрал, потому что у него произошла остановка сердца. Воздействие силой мысли на физическое состояние другого человека кажется фантастикой. Но овладеть этой техникой, как утверждает Лавров, вполне реально. Путь к знанию своих способностей начинается со множества разнообразных упражнений. Я говорю, ребята, поспите на ноже. Смысл просто поспать на кухонном ноже. Берешь нож с кухни, кладешь его на простынку, ложишься и начинаешь спать на нем. Во время сна, через тактильное ощущение, происходит знакомство с оружием опасности. Человек при этом варианте никогда не порежется. Во время сна никогда не режется. Плюс восстанавливается нормальная психика, то есть здоровье. И нож, любой нож, в любой руке нападающего будет липнуть к этому человеку. То есть он его не будет резать. В рамках военных операций психологическому воздействию подвергались сотни наших солдат. Если в середине 20 века на вербовку противник должен был потратить 7-8 месяцев, в Афганистане и в Чечне наших ребят обрабатывали уже за пару часов. Схема простая. Человека силой приводят в штаб, зомбируют с помощью лекарственных средств и психологических тактик, наносят на тело ранения и выбрасывают недалеко от поля боя. Военный попадает к своим. Иногда распознать в нем зомби бывает практически нереально. В лучшем случае человек запрограммирован на передачу информации нужным лицам. Так работают так называемые почтовые ящики. Люди, которых забивают информацию и потом с этой информацией отправляют в другой регион. Американцы работали целым рядом программ в этом направлении и хорошие результаты. И там человек потом считывает эту информацию, с него снимают эту информацию, из его бессознательного. Потом стирают все, защищают. И он все, он опять Петя, Вася, Джеймс. Так сказать, нормальный человек. Без всякого контакта, его осознанного контакта с этой информацией. Он к ней доступа не имеет. Но цели противника при зомбировании наших военных не ограничивались передачей информации. В числе задач были убийства, срывы важнейших операций. Проблема заключается в том, что в ряде случаев так и не удалось узнать, какая программа была заложена в человека. Когда наши врачи пытались открыть сознание потерпевшего, в нем запускалась программа самоликвидации. Происходили сбои в организме, которые могли привести к смерти. Многие из тех, кого во время военных операций превратили в зомби, сегодня вернулись домой. Но никто не знает о свершении, каких действий они были запрограммированы и когда придет время выполнить задание. Опыты, начатые Чижевским, доказали, что сила нашей мысли безгранична. Сделав сотни открытий в области психики, человек изобрел самое страшное оружие. Разбудил силу, контролировать которую становится все сложнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok